Бобруйск стал первым белорусским городом по Братимам Тольятти. Подписи в договоре в день 285-летия российского региона поставили Александр Студнев и Николай Ренц. В нынешних реалиях открылись новые возможности. Теперь нас ждёт плодотворное сотрудничество в культурной, спортивной, торгово-промышленной и экономической сферах. Мы будем сегодня дружить непосредственно и с предприятиями, и с нашим малым и средним бизнесом. Это позволяет, в первую очередь, развивать нашу экономику наших городов, находить новых партнёров, которые будут уже в дальнейшем сотрудничать и работать на уровне своих предприятий и организаций. Но самое главное, мы прекрасно понимаем, как важно сегодня находить и сохранять наши дружеские отношения. В Тольятти родина копеек, шестёрок и НИФ, градообразующее предприятие «АвтоВАЗ». Поставкой центробежных насосов сюда планирует заняться Бобруйский машиностроительный завод. Это станет ещё одним шагом к импортозамещению. Раньше российская компания закупалась в Германии. Мы заключили намерение о продаже продукции с Куйбышевский «Азот», Синтез «Каучук», «АвтоВАЗ». Проведены были переговоры. Первые шины для «АвтоВАЗа», кстати, произвели именно на Бобруйской белшине. В город по братим отправились и представители промгиганта. Предприятия сотрудничали много лет. Однако в прошлом году из-за санкций поставки прекратились. Но сейчас, после смены акционера, снова появились возможности вернуться на российский конвейер. Предприятие разрабатывает полугодовую свою программу производственную, в ходе которой будет рассчитано на то необходимое количество шин, в том числе и от нашего предприятия. Поэтому у нас есть уже предварительная договорённость о том, что мы возобновим свои поставки. И второе предприятие «АвтоВАЗа», которое является основным поставщиком синтетических каучуков на наше предприятие. Мы обсуждали планирование объёма и условия поставки на второе полугодие этого года. По протему интересна также продукция лёгкой и пищевой промышленности бавруйских производителей. Тольятти – крупный экономический центр, один из самых молодых и динамично развивающихся регионов страны. Точка на карте на берегу Волги. Город разнообразен природой, архитектурой и жителями. Представлено здесь свыше 100 национальностей. Мы намерены обсудить с белорусской стороной вопрос покупки техники для обслуживания городских магистралей, улиц. На наш взгляд, здесь нам много что надо предпринять. Следующим этапом сотрудничества станет ознакомление сторон с возможностями городов и кооперация между предприятиями и организациями. В ближайшее время партнёры встретятся снова. Российская делегация сделает ответный визит на 635-летие Бавруйска. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бавруйск, 360.